виталий приветствую тебя снова начало недели мы с тобой проводим первый эфир по сути открываем неделю подсказываем тем кто следит за нашим контентом совместно как действовать на рынке с учетом новых водных фундаментальных с учетом каких-то уровней которые лично мы с тобой видим по ряду финансовых активов и надеемся друзья то что вы эту информацию используете если есть какой-то фидбэк пожелание обязательно оставлять в комментариях мы всегда готовы к нему прислушаться прошлой неделе в понедельник мы с тобой заранее готовились к отчету по инфляции в сша и как и все те кто следил за фундаментальным фоном заранее отмечали что это событие конечно же станет самым важным инфоповодом недели точно скажется на динамике доллара и соответственно всех других активов мы оказались правы потому что это событие стало источником серьезной волатильности ну я правда ожидал что доллар конечно же на таких данных мог бы получше себя проявите опять же поскольку индекс потребительских цен базовая инфляция на которую я рекомендую всегда обращать больше всего внимания вырос 6 и 3 процентов в данном выражении до 6 и 6 это новый максимум за 40 лет то есть инфляция стала самоподдерживающимся процессом растут цен на все категории товаров и услуг и если бы на мой взгляд сейчас мы бы говорили о тех же самых ценах на нефть в районе 100 110 долларов за баррель пересчете на WTI то конечно же инфляция баба на совершенно других уровень но я думаю что еще не вечер это условно так говоря зима она впереди и цены на углеводородом могут показать новый локальный максимум и тогда будет расти не только базовая инфляция которая слову не учитывает а цен на энергоносители но и основной на потребительских цен я разделяю прогнозы сити которые считают что инфляция возможно в США и пойдет на спад но только не сейчас а после пиковых значений которые могут прийтись на уровне 10 и выше по еврозоне мы принципе видим что уже значения такие вырисовываются статистика по инфляции в германии 10 процентов это данные прошлые недели по валютному блоку в целом я думаю что цифры будут сначала такими же потом конечно же еще выше потому что мы видим как инфляция растет именно в европе сейчас просто катастрофическими темпами уже все это привело к массовым протестам и волнениям которые направлены против значительного роста цен на все категории товаров давай-ка демонстрация кран у меня как раз индекс доллара открыт секундочку текущей котировки 112 87 сильно мы не ушли от тех уровней которые были актуальными в момент нашего с тобой последнего эфира но волатильность опять же сначала предполагала рост индекса доллара выше 113 50 на данных по инфляции потом собственно распродажи и если опустить вот эти пиковые экстремумы сверху и снизу то в принципе те же самые уровни что и были вот так вот рынок переварил отчет по инфляции оставил нас тем что мы сейчас точно знаем что американский регулятор пойдет довольно таки далеко с именно повышением процентной ставки и если еще до выхода отчета по инфляции что обсуждалось это возможность повышения ставки на 75 байсных пунктов то сейчас очевидно что это ну почти стопроцентное решение и даже уместно спекулировать на идеи повышения плечевой процентной ставки скажем так марта 1023 года до 5 25 или даже 5 5 процентов это предполагает и допускает что на одном из ближайших заседаний американский регулятор повысит ставку даже на 100 байсных пунктов не знаю веришь ли ты такой подход американского регулятора но я сейчас наверное помещусь в позицию меньшинства на рынке те кто допускает что ставка на 100 байсных пунктов может быть поднята уже даже по итогам ноябрьского заседания которое состоится через две недели поэтому для тех кто интересуется индексом доллара я советую не раздумывая при такой фундаментальной поддержки при таких ожиданиях роста процентной ставки при повышении базовой инфляции защитного на статуса доллара при росте доходности американских облигаций просто смело держать эти длинные позиции и не париться может даже до конца этого года потому что что-то подсказывает мне что он существенно не изменится а если он изменится к сожалению худшую сторону что также может стать дополнительным триггером роста этого актива так европейская валюта котировки от 0 97 39 принципе те же самые уровни что также были прошлый понедельник после опять же витка волатильности на данных по инфляции курс стабилизировался и продолжает болтаться вот коридоре 96 50 97 50 я думаю что вот этот коридор будет держаться вплоть до заседания европейского центрального банка уже совсем скоро через неделю по моему и от того какое решение будет принято будет зависеть дальнейшая динамика ну конечно же ставку повысят может быть даже на 75 байсных пунктов но с другой стороны в прошлый раз я комментировал что и цб уже не доконит резерв при всем желании и если по американской экономике не все так мрачно выглядит плане экономических перспектив то по еврозоне я тут прям могу обе руки поднять за то что рецессия уже в третьем квартале это прям факт и рецессия вес может продлиться до третьего и даже четвертого квартала следующего года это при том что если брать в расчет именно более-менее стабилизацию показатель инфляции рядом с теми значениями которые мы видим сейчас но как я уже отметил при росте цен на топливо индекс потребительских цен еврозоне уйдет на новый исторический максимум это может спровоцировать дальнейшее снижение евро к целям 0.96 0.95 я рекомендую удерживать короткие позиции можно даже сейчас вот с учетом того что пара находится на отметке 0.97 50 забросить там стоп лосс на отметку 0.98 50 или давай пониже возьмем 0.98 50 точнее 0.98 20 это 80 пунктов с текущих уровней и ждать уже снижение пары отметки 0.95 так рынок нефти 92.50 я рассчитывал на то что уже вот сейчас бренд будет в районе 100 долларов за баррель после опять же решения опек по снижению нефтедобычи на фоне сокращения поставок углеводородов из россии но видимо опасения связаны с глобальной рецессии новые вспышки коронавирусной инфекции в китае берут вверх и пока что оказывают такой давляющий эффект на котировки я думаю что покупатели сильно ниже текущих значений нефть уже не пустят но вот максимум этот 90 долларов за баррель как уровень поддержки кому интересно на долгосрок я бы принципе уже рекомендовал ранее открывать ланги и ждать нефти повыше и что касается американского фондового рынка 3600 пунктов мы в принципе сделали как ближайший целевой ориентир нужно смотреть ниже 3500 потенциально даже 3400 и ниже соответственно фондовому рынку расти в буквальном смысле сейчас не на чем чем активнее рынок будет обсуждать идеи ужесточения политики в сша чем больше как бы оснований для этого будет тем соответственно мы будут больнее поэтому здесь нужно работать по очевидному нисходящему тренду в качестве сделки могу предложить уровень сел лимита с отметки 3650 стоп-лосса 3720 этой профи 3500 пунктов питали слово тебе так видно рабочий экран ну в принципе я согласен со своими идеями я тоже вижу аналогичный рынок ну давайте вкратце пройдемся по тем моментам которые мы обсуждали прошлый понедельник я давал рекомендацию на снижение биткоина мы торговались в понедельник 10 число в районе там 19 500 условно в принципе с этого значения я говорил пока мы находимся в локальном нисходящем импульсе который был образован еще на на позапрошлой неделе то здесь смотрится на снижение и принципе мы это снижение получили более тысячи долларов до ключевых уровней поддержки можно было заработать дальше произошел отскок и этот отскок скажем здесь сейчас сложно определить но принципе можно было заработать на этом снижение дальше что еще советовал советовал также работать на снижение индекса даст на ставил лимитку на продажу про не 12 400 понедельник мы как раз прям понедельник до этого уровня добили и показали тоже неплохое снижение в район 12 тысяч до ровно такой круглый сильный уровень локально можно было там течение несколько дней заработать этом большом снижение 400 пунктов на текущий момент произошел достаточно такой сильный отскок как и после 500 но я также дальше за снижение по данному индексу поэтому пока мы находимся ниже двенадцать семьсот я бы работал на снижение как у даст так и пусть и 500 и по евро я давно ждал но пока то что мы рисуем она иногда скажем а есть предпосылки но это не очень слабенький плюс мы имеем достаточно мощный тренд по этим активам вниз и поэтому он не так просто разворачивается дано какие-то потому что так скажем коррекционные движения допустим просто примеру падение в июне до подокс ну и хорошая коррекция поэтому я такую коррекцию ожидаю но пока она очень слабенько смотрится очень слабые паттерны на на разворот поэтому пока работаем по тренду немецкий индекс дальше шерпим то есть текущие цены 12 400 как и прошлый понедельник стоп лосс как и прошлый понедельник вот эти максимумы плюс я еще понедельник давал рекомендации на шок виза на торговались в районе 180 283 аналогично свинг течение нескольких дней можно было заработать обновляли там на пару центов минимумы которые были в сентябре тоже можно было локально заработать произошел очередной отскок и сейчас пока аналогично за снижение кто не торговал на прошлой понедельник можно на текущий момент продолжать работать на снижение но нужно быть сейчас ведь осторожны что касается новых идей на эту неделю я бы хотел повторить нефть и добавить но другие инструменты и аналогично согласен поэтому повторяться не буду у меня такой есть претендент я на выходных писал своем телеграм-канале по доллару мы здесь у меня есть идея что возможно мы разворачиваемся среднесрочно по данному активу я об этом уже говорил и несколько месяцев назад у нас есть небольшие признаки на разворот с технической точки зрения в июле произошел достаточно мощный импульс наверх подтверждение еще один и текущие месяцы тоже прошел неплохой импульс здесь и возможно вот это все накопление которое длится четыре месяца с него будет выброс цены наверх у нас текущая до 62 я думаю что где-то в район 70 и выше такие краткосрочные цели долгосрочные цели я вижу рубль обновление исторических максимум но конечно это не будет на этой неделе это будет течение там 2023 года 24 но долгосрочно у меня такие цели по данному инструменту возможно вот эта коррекция которая длится в текущем году она закончилась и мы будем дальше расти напомню кто за мной давно наблюдает последние несколько лет я об этом говорил еще когда был там 20 21 вот это все накопление она была на на рост да потому что здесь происходили импульсы наверх и в детстве мы это получили я цели ставил еще тогда на 100 и выше и текущие цены если это глобальная коррекция то мы должны обновлять исторический максимум в районе зависимости от скажем провайдера котировок они где-то были там 130 то есть мы должны там на 200 уходить и выше поэтому пока покупаем доллар рубль с фундаментальной точки зрения в экономике там все хуже и хуже пока они скажем правительство цб удерживают скажем доллар рубль штучно да как бы спекулянтов там нету но скажем фундаментально там не будем даваться подробностей пока все идет нарастающий поэтому рост отмена сценария обновление вот этого минимума локального вот этого импульса в районе 57 55 будет говорить об отмене сценария дальше по нефти добавлю то что я аналогично вижу среднесрочный рост напомню кто нас смотрел весной текущего года я говорил что вижу нефть среднесрочно на снижение цели называл 100 и 80 и вот немножко ниже ожидал в принципе мы неплохо отпадали несколько месяцев и сейчас произошел мощный импульс наверх мы его получили в начале месяца мы сломили практически вот этот нисходящий тренд который который длился все лето и все что выше прошлонедельных минимум это 91 возможно мы еще будем там колоть эту цену где-то в район как ты назвал 90 здесь я бы наращивал покупки с целями 100 110 125 бренд ну полай там аналогичная картинка отмена сценария если мы будем ломать вот этот импульс а там возможно какая-то другая картинка будет но пока скажем вот этой зимой и аналогичный рост нефти скажем европе будут ее использовать замена скажем газа ну и других валют принципе пока пока согласен и жду сегодняшнее закрытие днева так как я на прошлой неделе там пятницу рассматривал такой вариант по евро возможного роста но там достаточно агрессивно скинуть девочку и поэтому жду возможно завтра будет более ясная картинка зависит как мы сегодня закроемся так как завтра мне кажется розничные продажи по сша возможно это будет триггером для дальнейшего движения вниз или как ты отметил будут еще больше накапливать до и cb и дальше поэтому у меня пока вот так по рынку то есть две идеи среднесрочные это лог голорубль и лог нефти марки бренда спасибо виталий за твои сделки следим как и всегда увидимся в понедельник снова обсудим что с рынками произошло друзья вам всем безусловно удачи но в качестве как бы основной идеи которую мы обозначили это сохранение прежнего тренда на укрепление курса американского доллара и пока что такая тотальная слабость всего что имеет отношение к риску ну вот единственное исключение еще рынок нефти который из-за соотношения спроса и предложения тоже накапливают достаточно сил для того чтобы продемонстрировать восходящую динамику это ли спасибо тебе до скорых встреч пока